Добрый вечер, в эфире новости на Саха-24 в студии Павел Танин. Пресс-конференция Владимира Путина побила очередной рекорд. В этом году на нее аккредитовалось более полутора тысяч журналистов, увеличив прошлогодний показатель более чем на 200 человек. Разговор с российским лидером начался час назад, и пока рано говорить, побьет ли он рекорд по продолжительности, напомним, что самая долгая пресс-конференция президента России, длившаяся 4 часа 40 минут, прошла в феврале 2008 года. Внешняя и внутренняя политика страны, предстоящие выборы главы государства, экономика, пенсии, проблемы регионов. Такие темы затрагивают в своих вопросах участники 13-й ежегодной встречи. Всего же в Международном торговом центре в Москве собралось 1640 представителей масс-медиа, в том числе и зарубежных. Радиостанция «Говорит Москва», Дарья Кнор. Владимир Владимирович, зачем Вы идёте на выборы? Какова Ваша цель, Ваша миссия, что Вы хотите сделать для России, и какой Вы видите её в конце Вашего срока, если Вы победите на выборах? Я бы не хотел сейчас говорить о предвыборной программе, которая у меня, та же, как и у других кандидатов, наверняка будет, должна быть. Она у меня практически уже есть. Повторяю, сейчас, наверное, не тот формат, когда можно её презентовать. Но могу Вам сказать, главное, на чём я считаю необходимо сосредоточить внимание и власти, и всего общества, это такие вопросы, как развитие инфраструктуры, если говорить конкретно. Это инфраструктура, здравоохранение, образование. Это, как я уже сказал, высокие технологии, повышение производительности труда. И это, без всяких сомнений, всё должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей. Вот это в самых общих чертах. Но по ходу сегодняшнего разговора, я думаю, мы к этому ещё неоднократно вернёмся. Спасибо. В Якутске продолжаются тренировочные сборы экстренных служб республики. Накануне участники наблюдали за ликвидацией пожаров в крупном торговом центре, а сегодня на переправе Хатас и Павловск прошли практические занятия государственных инспекторов по маломирным судам. С подробностями Виталий Абрамов. Инспекторов ГИМС созвали со всей республики. После интенсивной теоретической части их обучает новым методикам и правилам взаимодействия с остальными органами исполнительной власти. К примеру, во многих районах Якутии нету таких пунктов весового контроля. Установлен весовой пост на правом, на левом берегу. И комиссионно в составе управления дорог, МЧС, ГИБДД, производится замер толщины гда и устанавливается определённый грузоподъёмный. Помимо того, знакомят с другими видами техники, которые в скором времени появятся у них на местах. Оборудование для работы на ДТП, на техногенных катастрофах и так далее, для резких металлов, всё что угодно можно сделать. Есть подразделения, приехали представители, где есть переправы ледовые, есть подразделения, в которых нет. Поэтому идёт обучающий процесс. Нормативную базу мы повторили на занятиях. Сейчас идёт закрепление практической части. Ну и, возможно, самое главное для обучающихся – правила оборудования ледовой переправы протяжённостью более километра. В данном конкретном случае длиной 24 тысячи метров с четырьмя полосами. Попутно идёт знакомство с новым георадаром Пикор-5. Вот эта резервная закрыта, она заливается, уже залита. Впервые проезжаем по всей полосе. Например, у нас переправа протяжённость где-то 500 метров, 500-600, а здесь получается более 20 километров. И как бы мне это более интересно, чем стоять на берегу. Там как бы знаки получаются одинаковые, вешки и так далее. Вот то, что это. И вот некоторые районы, у которых нет переправ, они тоже друг другом делятся опытом. Очень интересно, как бы познавательно, что действительно контроль точный проводится. Не так не на глаз, как мы, допустим, смотрим или по путевым листам, это самое, может быть, тоже как бы скрывают грузоподъёмность транспорта. Но здесь, конечно, уже не обманешь. Кроме того, большое внимание было уделено вопросам информирования населения, прогнозу рисков на водных объектах, оказанию первой медицинской помощи, а также государственного и технического надзора за ледовыми переправами. Виталий Абрамов, Владимир Таюрский, НБК Саха, Якутск. Семьи погибших и пострадавшие в ДТП на трассе Колыма получат материальную помощь. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства Якутии Евгений Чекин. Согласно документу, по 300 тысяч рублей будут выплачены семьям погибших в аварии граждан, по 100 тысяч рублей пострадавшим во время ДТП. НКО и бизнес вовлекут в сферу оказания социальных услуг. Эту актуальную тему подняли на круглом столе в рамках Дни Якутии в Москве. Видеоконференция охватила две столицы, страны и республики, а также все районы региона. У общества растет спрос на качественные социальные услуги. Для расширения их спектра государство поддерживает и вовлекает в работу малый и средний бизнес. В республике для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций правительство приняло распоряжение до 2020 года. Из бюджета выделяют субсидии, также регион участвует в реализации грантов президента России. В 25 районах приняты муниципальные программы поддержки. Действуют ресурсные центры по юридическому и организационному сопровождению. В негосударственном секторе созданы и работают около 2000 социальных НКО и более 1000 предпринимателей, которые предоставляют услуги в области здравоохранения, образования, спорта и отдыха. Все некоммерческие организации создаются с целью решения каких-то социальных проблем в обществе. И, как показывает практика, они с этим очень неплохо справляются. И поэтому и в России принято такое решение о том, что необходимо привлекать эти некоммерческие организации именно к оказанию социальных услуг населению, чтобы они имели полноправное право вместе с государственными и муниципальными учреждениями оказывать эти услуги. Это не только даст им возможность получить какие-то гарантированные средства в виде компенсации, но и, с другой стороны, это развивает и конкурентность между учреждениями и организациями и повышает качество услуги. Тем временем в Якутске открыли Центр по выплате пенсии и обработке информации. Ему передали часть функций, которые ранее выполняли территориальные органы Пенсионного фонда России. Это введение регистрации учета страхователей, предоставление информации с базы данных в рамках межведомственного взаимодействия формирования и введения сведений о получателях государственной услуги. На церемонии открытия побывала Сарглана Федорова. Одно из приоритетных направлений деятельности Пенсионного фонда – внедрение современных форм и методов работы в процессе установления и выплаты пенсии, в том числе и путем оптимизации структуры. Подобное преобразование позволит перейти на электронные процессы и сократить обработку информации, что исключит вероятность коррупционных рисков на разных уровнях обработки пенсионного процесса. Новый центр будет осуществлять электронные взаимодействия с территориальными управлениями, с доставочными организациями, а также межведомственные взаимодействия с государственными и муниципальными учреждениями. Если раньше у нас было 22 территориальных управления, работающие непосредственно с доставляющими организациями, то сейчас у нас один единый центр, который будет работать непосредственно из города Якутска. Выплата пенсии у нас производится через оставляющие организации, это Почта России и кредитные учреждения. Также центр занимается обработкой информации. Обработка информации – это регистрация страхователей в соответствии со 167-м федеральным законом. Центр будет заниматься своевременным начислением и выплатой пенсии и иных социальных выплат. С 1 января 2018 года запланирована индексация страховых пенсий на 3,7%. С 1 февраля индексация ЭДВ и пособий на погребение умерших неработающих пенсионеров на 3,2%. А с 1 апреля предусмотрена индексация социальной пенсии на 4,1%. Благодаря современным технологиям теперь специалисты имеют возможность первую выплату пенсий производить в течение 15 дней с момента назначения. Кроме того, большое направление работы нового центра – это обработка информации. Мы взаимодействуем с огромным количеством организаций и партнеров. Только в процессе доставки пенсии у нас участвует Почта России, 16 кредитных учреждений, которые находятся в Якутске, в Мирном, в Нейрюнгре. Поэтому вся работа с ними будет теперь централизована в новом центре. Текущая реорганизация не повлечет никаких изменений при обслуживании населения. В городах и улусах в прежнем режиме работают клиентские службы, которые будут принимать граждан по всем вопросам. Саргалана Федорова, Григорий Охлопков, НВК САХА, Якутск. Северо-Восточный федеральный университет получил патент на новый способ получения пищевой рыбнокосной муки с сохранением питательных и вкусовых свойств. При этом ВУЗ впервые стал обладателем евразийского патента на изобретение. Речь идет о принципиально новых технологиях безотходного производства полиненасыщенных жирных кислот и концентрированных продуктов из отходов рыбного производства. В университете уточнили, что полученный продукт может быть использован для профилактики остеопороза, кроме того является сырьем для изготовления ухи быстрого приготовления. Общественная организация МАНАСС отмечает свое 20-летие. Объединение представителей киргизской диаспоры образовалось в марте 1997 года. Сегодня в Якутии проживает более 15 тысяч киргизов. Они населяют не только столицу республики, но и такие города, как Мирный, Нерюнгри, Алдан и Ленск. Там также открыты филиалы организации. А в честь праздника в столице республики прошел первый съезд Курултай, где подвели итоги работы объединения в этом году. В 1993 году приехал в Якутск. Позже было уехал, потом уже обратно приехал, конкретно уже обосновался. Здесь я женился на своей соотечественнице. Здесь у нас родились, я вам скажу новость, буквально недели две назад у меня родился шестой ребенок дома, сын. Его назвали в честь, в знак уважения якутскому народу, в знак уважения земли Олонгхо, его назвали якутским именем. Айсен. Делегация из Южной Кореи посетила Чуровчинский район. Ранняя делегация региона посетила зарубежную страну, где подписала соглашение об обмене опытом в национальных видах спорта. Подробнее об ответном визите расскажет Роман Дмитриев. Несмотря на 40-градусные морозы, гости из Южной Кореи чувствовали себя вполне комфортно. Корейцы также посетили дом Арчи, где провели якутский обряд встречи гостей. Недавно делегация нашей республики из восьми человек, в составе которого был ректор Чуровчинского института физической культуры Иннокентий Готовцев, посетила Корею. И там подписали соглашение об обмене опытом по национальным видам спорта. Сель видов была видеть своими глазами именно национальный вид сели. И даже наши борцы там приняли участие в Корее. Главный редактор журнала «Спортивный Сеул» Мистер Го с изумлением увидел тренирующихся местных студентов. Его особенно заинтересовали методы прославленного тренера Дмитрия Коркина. Такие международные отношения всегда дают свои плоды. До этого Чуровчинский институт отработал с Китайским университетом по обмене студентов. Три студента стажировались в Китае. Пять лет. Из них урмянцев Василий выполнил норму мастера спорта после приезда из Китая. Они сейчас ведущие теннисисты в республике и даже на Восточном регионе. По словам гостей, корейские национальные единоборства с Сирым очень схожи с икутской вольной борьбой. Делегация работала весь день. Посетили спортивные объекты села и встретились с работниками института по обширным вопросам. Роман Дмитриев, Нергун Филиппов, НВК Саха, Чуропча. К этому часу у нас все. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале.